Я хотела бы представить экономику Армении не только с точки зрения ее проблем, потому что об этом я могу говорить несколько лет, а скорее об инвестиционной привлекательности, потому что, скорее всего, все представители какого-нибудь бизнеса, и поэтому, возможно, вам будет интересно в Армении поработать. Сейчас это стало очень популярным. Я вам вообще полагаю, что современная ситуация, которая есть в мире, это геополитическая ситуация, может стать каким-то локомотивом для экономики Армении с точки зрения прорыва. Потому что во время турбулентности обычно умные и малые экономики, и я обязательно это хочу отметить, именно умные, могут совершить экономический прорыв. Поэтому мне кажется, что это хороший способ в том числе и привлечь внимание бизнеса, который представлен сегодня здесь, в Российской Федерации. Итак, наши общие сведения, скажем так, мы не очень много численно населения у нас, в районе 3 миллионов человек проживает на территории Армении. Можно с этим немножечко поспорить, насколько это объективная цифра, но в целом, ну не больше 3 миллионов точно. То есть с точки зрения потребления мы, наверное, не очень сильно интересны будем, потому что небольшая численность населения, и в целом, когда я вам покажу некоторые индикаторы, которые характеризуют наш уровень жизни, вы тоже поймете, что с точки зрения благосостояния тоже не самые высокие показатели, поэтому, возможно, именно с точки зрения сбыта Армения может быть неинтересно. Но с точки зрения инвестиций и возможного трамплина или моста, да, между, например, Россией и другими странами в нынешней ситуации, это может быть интересно. С точки зрения развития человеческого капитала, потому что мы сейчас говорим про население, это может быть интересно, тоже вам обязательно покажу. В Армении, так же, как и в других странах, безусловно, наблюдается проблема старения населения, это, я думаю, всех нас сейчас преследует, но не настолько, насколько это можно заметить во многих развитых странах, что, как бы, ну, более-менее присуще развивающимся странам, так скажем, уровня старения населения. Что касается экономических характеристик, по индексу конкурентоспособности, который немножечко себя дискредитировал, конечно, и сейчас даже не рассчитывается, но, тем не менее, какую-то общую картину, да, сопоставительную с другими странами все-таки можно представить, да, если посмотреть на этот индекс. Я здесь сравниваю 9-й и 19-й год, потому что, на самом деле, в целом, очень много таких позитивных улучшений есть с точки зрения развития экономики Армении. Конечно, я, на самом деле, не особо оптимистична в этом вопросе, есть куда стремиться, есть куда развиваться, но, тем не менее, прогресс, на мой взгляд, налицо, и по некоторым индикаторам, которые здесь наиболее важны, с точки зрения инвестиций, с точки зрения реального сектора, который может быть интересен инвесторам, да, здесь есть серьезные продвижки, и здесь представлено место в мире, то есть вы можете просто посмотреть, сопоставить и, ну, сделать свои соответствующие выводы. Наверное, самая, так скажем, неудачная часть в экономике Армении – это емкость рынка, которая связана в целом с численностью населения, которая не очень высокая, но и с точки зрения потребления, как я сказала, поскольку мы не наблюдаем высокого уровня жизни, то и потребление придет высоким, поэтому емкость рынка у нас не очень. Но здесь есть очень большой потенциал для развития, что, на мой взгляд, достаточно важная категория. По остальным показателям, которые важны для инвестора, например, бизнес-среда, налогообложение, не знаю, инвестиционный климат, да, некоторые моменты я сегодня вам обязательно покажу. Думаю, что Армения на фоне постсоветского пространства достаточно, ну, приятно выделяется, так скажем. Давайте посмотрим ключевые экономические характеристики. Смотрите, конечно, темпы роста – это не все, что может сказать об экономике. Хотя, если мы посмотрим с точки зрения догоняющего развития, с точки зрения тех экономик, которые сделали прорыв в свое время, а это было, опять же, во время сильной турбулентности и смены мирового экономического порядка и всего того, что, в принципе, мы сегодня в целом переживаем, я думаю, что темпы роста имеют значение и, на самом деле, скорее имеет значение устойчивые темпы роста, да, то есть высокие темпы роста. В Армении на протяжении последних нескольких лет, ну, по крайней мере, 2-3 последних года, мы точно наблюдаем заметное улучшение темпов экономического роста, даже двузначный экономический рост, что в целом заметно. Правда, здесь немножечко можно поспорить с касательно объективности, потому что все-таки мы измеряем ВВП в иностранной валюте, то есть в долларах, и в связи с тем, что у нас курс достаточно укреплен, да, то есть он низкий по отношению к доллару, соответственно, немножечко можно поспорить с касательно объективности, да, значения ВВП, потому что если по драмовым выражениям смотреть, такого вот взлета, как мы можем наблюдать, нет, но тем не менее, все-таки рост есть, и он реально заметен. В принципе, с 22-го года этот рост еще более такой активно заменен. Но тем не менее, если мы всю динамику посмотрим на протяжении последних 30 лет, то Армения в целом пережила несколько очень серьезных кризисов, начиная с распада СССР, как и в СССР. Единственная разница, что в Армении на самом деле было самое худшее падение по ВВП, больше 40%, то есть это половина экономики, если объективно считать в долларах по реальному курсу, а не по советскому курсу, советский рубль по отношению к доллару, да, мы знаем, он был даже более крепким, чем доллар, если смотреть официальный курс в СССР по отношению к доллару, то, конечно, падение было намного мощнее. Поэтому, с учетом того, что обстоятельства, которые сопровождали распад СССР, не знаю, вы знаете или нет, но Армения пережила 4-летнюю войну, и, соответственно, эта 4-летняя война, безусловно, сопровождалась не только серьезным падением экономическим, но и, естественно, очень существенными проблемами, например, связанными с блокадой, энергетической блокадой, транспортной блокадой. В целом у нас здесь не было хлеба, не было света, не было обычных коммуникаций и так далее. Все то, что, в принципе, ни в одной другой республике не сопровождало распад СССР. И не будем забывать, что Армения в том числе и пережила за несколько лет до распада землетрясения, которое тоже было чревато очень серьезными потерями, около 30 тысяч человек погибли. Соответственно, это очень такой мощный удар и на экономику, и на социально-экономическое положение населения. Поэтому здесь плюс беженцы, полумиллиона человек приехало в Армению после событий в Сумгаиде. Соответственно, мы получили такую очень накладку плохих событий. То есть мы начинали, если объективно сравнивать стартовый старт всех остальных республик, у Армении была намного более тяжелая ситуация. Реальное восстановление началось с 1998 года. И, в принципе, до сегодняшнего дня я бы не сказала, что мы восстановились полностью. То есть мы уже перешли рубеж, когда идет восстановительный рост, и мы двигаемся к именно развитию. Но, тем не менее, все-таки в целом, можно сказать, более-менее восстановление все-таки произошло. Да, я здесь представила основные, ну, каждые 10 лет, да, БВП на самом деле. Но самые такие заметные падения были, естественно, в 91-м, 92-м году, в 2009-м, как и у всех нас. То есть в целом у нас в этом смысле примерно такая ситуация была на всем госсоветском пространстве, кстати. Я имею в виду волатильность с точки зрения кризиса. Вот последние несколько лет, как вы видите, серьезный взбор БВП. Он, здесь представим, долларов, соответственно, ну, это такая большая цифра для Армении. Ну, в принципе, практически, ну, чуть ли не удвоили БВП за последние два года. Много факторов есть, которые это объясняют, в том числе очень серьезный приток релакантов. Очень мощные инвестиции, я имею в виду, для экономики Армении, безусловно. Это, я некоторые вещи вам обязательно покажу, но для Армении это была большая сумма притока, я имею в виду. Сейчас немножечко успокоилась эта волна, но в целом эффект все еще продолжает иметь место быть. И это, конечно же, отразилось и на торговле, и на внутреннем обороте, и на темпах роста. То есть во всем этом таком чудесном росте последние два года можно все-таки считать, что есть какой-то внешний фактор, экзогенный фактор, который повлиял на такие высокие темпы. Конечно, я немножечко скептично отношусь к такому типу роста, потому что он не может быть стабильным и не может гарантировать устойчивое развитие. Но его можно очень эффективно использовать с точки зрения будущего развития, поэтому это хорошая характеристика. Что касается ВВП на душу населения? Ну, конечно, по сравнению с 1990-м годом мы улучшили показатели, но за последние два года у нас, опять же, благодаря такому росту ВВП и постоянно происходит укрепление травм, у нас, конечно же, увеличился показатель ВВП на душу населения. И реально это не так отразилось на уровне жизни, я это обязательно вам покажу сейчас следующими слайдами. Потому что, по факту, в драмовом выражении все-таки доходы не настолько выросли. Но в целом, как бы как характеристика извне, ВВП на душу населения у нас практически выплывается. Что касается структуры экономики. Да, на экране у меня более красиво вот это видно было. Не предусмотрела. Да. Ну ладно, ничего, я вам расскажу, что на слайде должно было быть. Ну, как и любая другая развивающаяся или развитая экономика, у нас в основе ВВП, конечно, лежит потребление. За исключением азиатских стран в целом. Во всех странах основой локомотива ВВП является именно потребление в структуре ВВП. Что касается именно отраслевой структуры, то сегодня основными отраслями является, наверное, торговля. Сектор недвижимости очень активно развивается и по линии ипотеки, и по остальным категориям. То есть в целом это достаточно такой быстро развивающийся сектор, который сегодня в Армении есть. Последние несколько лет вообще на самом деле финансовая система у нас очень, по сравнению, да, с остальными сегментами экономики, она очень сильная, по крайней мере банковская система. Но последние несколько лет мы наблюдаем такое серьезное развитие. Я думаю, что в этом смысле Армению может быть интересно, потому что у нас очень развитая и по международным стандартам, да, развитая банковская система, которая может быть интересна с точки зрения не только транзакций, но и вообще инвестиций и так далее, да. Ну что еще? Да, строительный сектор, конечно же, в последнее время развивается сектор производства, что, на мой взгляд, тоже должно быть интересно с точки зрения инвестиций. Ну, в любом случае, структура экономики Армении, ну, характеризуется среднестатистически развивающейся экономикой, как вот среднестатистически развивающейся экономикой, которая не нацелена на развитие производства индустрии, да. К сожалению, в связи с проблемами, например, с точки зрения инфраструктуры или с точки зрения транспортных коммуникаций, а у нас с этим серьезная проблема, ну, две границы, как минимум, вообще закрыты. Две границы, они немножко со сложностями чисто даже, не знаю, природными, да. Форс-мажор, например, Ларс, открывается периодически, соответственно, армиейный доступ, скажем, из России товаров, ну, просто прекращается этот доступ. Чисто географические, чисто природные, климатические явления. Поэтому, конечно, есть проблемы с точки зрения развития производства. Что касается внешнеэкономической деятельности, ну, стабильно, традиционно у нас импорт превышает экспорт. Так длится, в принципе, последние 30 лет, у нас отрицательное сальдо, постоянное оно перед вами. Но, на самом деле, если вот смотреть последние несколько лет, экспорт развивается гораздо более быстрыми темпами. И последние два года мы наблюдаем очень серьезное развитие реэкспорта. Благодаря всей ситуации, которая есть в России, да, соответственно, это не могло не отразиться на нас с точки зрения экспорта и импорта. И, конечно, Армения в этом смысле очень серьезно выигрывает, что может явиться таким небольшим толчком для будущего экономического роста, если это будет носить такой постоянный стабильный характер. Это зависит в том числе от общей геополитической ситуации, от нас зависит, конечно же, от макроэкономической политики, от политики по отношению к экспорту, от валютного курса. То есть факторов много, которые могут повлиять на позитивное развитие событий, так скажем, с точки зрения реэкспорта или экспорта вообще. Но, тем не менее, это как бы неплохой шанс, так скажем. Вот. Ну и с точки зрения либерализации, так скажем, да, внешнеэкономической деятельности, Армения очень неплохое место занимает. То есть достаточно либеральная внешнеэкономическая деятельность, открыты границы, вы можете привозить и экспортировать в целом все, что хотите. То есть достаточно свободное движение, да, товаров и услуг, поэтому это тоже в целом преимущество, потому что сегодня не все страны обладают такой либерализацией внешней торговли, особенно в нынешних ситуациях, да, в нынешней геополитической ситуации. Но опять, у меня дали был совершенно другой. Все было намного красивее, вот эти светлые тона не видны. На самом деле, наиболее важное, что стоит отметить, это то, что сегодня как по линии импорта, так и по линии экспорта основной торговый партнер Армении – это Россия. Дальше у нас идут, ну, европейские страны есть, второе место, кстати, занимает Китай. И Китай наращивает свое внешнеэкономическое, да, сотрудничество с Арменией последние 5-10 лет очень заметно. Потому что в целом, ну, если так взять, например, 10 лет назад Китай занимала, не знаю, какое-нибудь сороковое место в торговом балансе. Сегодня это второе, третье место периодически меняется. Иран, несколько европейских стран, будут ключевые партнеры, да, но первое место, так иначе, у нас в торговом обороте внешнеэкономическом занимает Россия. Что касается уровень жизни, ну, как и любое постсоветское государство, мы, к сожалению, страдаем высоким уровнем бедности. Здесь, конечно, много, ну, таких необъективных данных с точки зрения расчета, что такое бедность, кого можно считать бедным, какой уровень бедности, по какому критерию рассчитывать. То есть, например, с точки зрения линии бедности, все-таки мне кажется, что она у нас занижена, и поэтому такой процент, то есть в целом, на мой взгляд, конечно, процент намного выше, но немножечко это объективно измерить в развивающейся экономике довольно сложно, поэтому, ну, в любом случае, буквально каждый четвертый человек, в принципе, считается, входит в категорию бедности. То есть это достаточно высокий показатель, на самом деле. Ну, вот я здесь представила верхнюю линию бедности. На самом деле, я в том числе и представила индикаторы среднемесячной заработной платы, минимальной зарплаты, да, то есть те индикаторы, которые можно сопоставить с другими странами, в том числе и долларом в выражении, в целом, конечно, на постсоветском пространстве или по сравнению с евразийским пространством мы идем после Киргизии. То есть Киргизия, потом мы, потом Беларусь, Казахстан и Россия, ну, по среднемесячной заработной плате. То есть это, конечно, не самый лучший показатель, и я здесь вот как раз возвращаюсь к тому, что у нас очень серьезно улучшились показатели голубой на душу населения. Нельзя этого сказать про среднемесячный заработной плат. То есть реальный доход населения все-таки не так. Вырос, несмотря на то, что в некоторых секторах экономики это финансовая система, это информационные технологии, и, наверное, сектор недвижимости, строительства, вот эти сегменты, где очень серьезный рост наблюдается, именно рост. В целом, еще и, ну, традиционно у нас горнодобывающая промышленность есть, там тоже очень высокие заработные платы, но во всей этой вот совокупности, да, когда мы смотрим, сколько занято население в этих секторах, ну, процентов 5-6 будет. То есть вся остальная трудовая сила занята в других секторах, где намного ниже заработка. Поэтому в этом смысле я бы не сказала, что у нас произошел серьезный какой-то рост доходов. И, конечно, с развитыми странами пока очень далеко, да, сопоставляться. Но в чем проблема? На самом деле, когда стоимость труда такая низкая, то, например, внутриевразийская интеграция – это проблема. Потому что, ну, трудовой силе гораздо выгоднее, да, работать в России или в Казахстане, чем в Армении. И, соответственно, в принципе, на нашем пространстве примерно такая же история происходит, как и в Восточной Европе, то есть трудовая сила просто уезжает, особенно качественная трудовая сила, потому что стоимость труда в интеграционном объединении, она неравная. И в некотором смысле достаточно большой разрыв. Хотя в случае Евросоюза все-таки там разрыв намного больше, он в 4 раза, и очень высокая, ну, большая разница между уровнем жизни, скажем, в Восточной Европе и, предположим, в Германии. Поэтому там, конечно, еще хуже проблемы, плюс возможности больше, более свободное передвижение рабочей силы, поэтому больше миграционных процессов. У нас с этим в этом смысле не настолько все плохо, я имею в виду, есть на самом деле ограничения по передвижению трудовых ресурсов, и это в определенном смысле, в том числе и Армению, да, ограждает от большого оттока трудовых сил, но в целом у нас, конечно, миграционные процессы, пока что у нас это отрицательный характер. Ну, говоря об инвестиционной привлекательности, я бы пыталась так немножечко обобщить, что входит в инвестиционную привлекательность с точки зрения Армении. Смотрите, я не пытаюсь дать характеристику инвестиционной среде, это было бы очень долго, мы бы здесь несколько часов обсуждали, но с точки зрения преимуществ, да, поговорить, чем Армения может отличаться от других республик, и чем она может быть интересна инвестору. Потому что про негативные факторы, на самом деле мы сейчас можем до завтра опять же перечислять, их немало, особенно военно-политическая проблема, то есть мы постоянно находимся в состоянии войны, у нас все время есть угроза, и в этом смысле, конечно, для инвестора немножечко, ну, вопрос, стоит инвестировать или нет, хотя я всегда в ответ на этот аргумент привожу пример Израиля, который тоже постоянно находится в этой ситуации, и все равно инвестиции очень здорово туда приходят. Так что, наверное, это все-таки не оправдание тому, что инвестиции не пришли, только потому что есть проблема с соседями, да, военный конфликт. Но, с другой стороны, у нас с точки зрения инфраструктуры немножко не так, как у Израиля, поэтому, возможно, в этом смысле мы в меньшем преимуществе, так скажем. Ну, давайте посмотрим. Первое. На самом деле, с точки зрения инвестиционной среды, она достаточно благоприятная. Если мы посмотрим ключевые индикаторы, мы их обязательно посмотрим, то, во-первых, ну, здесь вы, кстати, заметите 22-й год, про просто несопоставимый приток инвестиций, но важны на самом деле инвестиции в первичный капитал, то есть, прям первый раз пришедшие инвестиции, и вот в этом смысле мы, конечно же, уступаем, и у нас, как я здесь отметила, не очень высокие показатели портфельных инвестиций, можно сказать, их нет. Хотя у нас прекрасная такая фонтовая биржа, как площадка. С точки зрения развития фонтовой биржи нет, но как площадка она соответствует международным стандартам, имеет выход на международные рынки. То есть, в целом, эту площадку можно было бы использовать, но рынок капитала у нас, конечно, не особо развит, что, мне кажется, является перспективой будущего, но тем не менее. С точки зрения защиты инвестора, конечно, здесь показатели достаточно хорошие, что немало важно в нынешней ситуации, да, с точки зрения нестабильности. В нашем случае достаточно-таки позитивные показатели защиты инвестора. Я сопоставила со странами, которые лидируют по защите инвестора. Конечно, Армения не настолько сопоставима с этими странами, с топ-пятёркой и с топ-тройкой, да, стран. Но, тем не менее, у нас не худшие показатели, мы не находимся где-то там в конце списка, ну, 50-60, сейчас показатели неплохие показатели. Чистые потоки инвестиций. На самом деле, довольно интересно вообще, кто инвестирует и во что инвестирует. Здесь есть и проблемы, и перспективы, так скажем. Ключевой инвестор у нас, конечно, Российская Федерация. И так было не только последние два года, а вообще на протяжении всех 30 лет. Один из самых главных инвесторов у линии прямых вместителей, в первую очередь, конечно, является Россия. У нас очень много российского капитала представлено как в производстве, горнодобывающей промышленности, я не знаю, финансовой системе. Практически во всех сферах задействованы. Вопрос в том, в какой мере и в какие сферы инвестируется российский капитал. Здесь, конечно, на мой взгляд, есть большая необходимость изменения инвестиционной политики по привлечению инвестиций в те сферы, которые будут иметь долгосрочный эффект для экономического роста, потому что в настоящий момент большая часть инвестиций все-таки поступает в те сегменты, в которых отдача будет достаточно быстрая, и нет необходимости долгосрочного вложения, так скажем, и перманентного вложения, что тоже очень важно на самом деле. То есть одно дело вложиться один раз, а другое дело постоянно инвестировать в этот сегмент, или в эту компанию, в этот сектор и так далее. Вот этот второй сценарий, он у нас очень мало представлен в экономике по разным причинам на самом деле. Но я буду исходить из того, что в первую очередь необходима соответствующая инвестиционная политика, которая бы стимулировала вот такое перманентное, постоянное инвестирование в тот или иной, особенно стратегически важные или, я не знаю, защищающие национальные интересы страны, сегменты. Например, энергетика и так далее. Те сегменты, которые имеют такое архиважное значение. Вот. Ну, естественно, я здесь представила основной список, да, кто у нас включен инвестор. Как вы видите, Россия в своей позиции удвоила буквально, то есть в два раза больше инвестиций пришло, чем в 2021 году. Нет пока цифр по 2023 году. На мой взгляд, по моим ощущениям, интуитивным, возможно, эта цифра, конечно, сократилась по сравнению. То есть самый пик пришелся, конечно, на 2022 год. И вообще, во многом, все показатели, которые мы видим в 2022 году в Армении, носят такой эмоциональный характер. Я не говорю не рациональный, но больше там эмоций, чем, скажем, планомерное рассуждение на долгосрочную перспективу. Скорее, это была эмоциональная инвестиция, так скажем, которые, естественно, утихли к 2023 году. И мне кажется, к 2024 году тоже будет такой небольшой спад, так скажем, если так его можно назвать. Интересно, наверное, будет посмотреть участие российских компаний в капитале реального сектора. То есть сколько у нас прибыло российских компаний за определенный промежуток времени. Я здесь суммарно представила по десятилетиям и последние два года, потому что они все-таки очень мощно отличаются. Хотя, если мы сравним себя, например, с Грузией, там в, не знаю, в 10 раз больше пришло компаний на самом деле. Но здесь ведь идет все-таки разница в емкости рынка, да, то есть сопоставить у нас с нашей экономикой. Это большая цифра. Другой вопрос, что это за компании, какой объем капитала, с чем они пришли, надолго ли пришли. То есть здесь много на самом деле все-таки вопросов с точки зрения и долгосрочности, и качества этого капитала, то есть в какие сегменты были инвестиции и так далее. Это на самом деле намного важнее. Здесь динамика тоже в 2022-2023 годы. То, что я говорю, на самом деле, если посмотреть, марта, апрель, май, это более такой эмоциональный переход, скорее, да. Дальше спад идет. На самом деле, я думаю, что, ну, понятно, эти компании уже все какие могли пришли, и они уже зарегистрировались. Но чтобы сказать, наверное, стоящего притока российского капитала в реальный сектор, я бы так все-таки не сказала. Он, скорее, был такой какой-то волной, да. Я не знаю, может быть, будут еще волны, но я в целом полагаю, что с точки зрения формирования устойчивого роста экономического, нельзя полагаться на какие-то эмоциональные волны притока или оттока капитала. Потому что в этом смысле большая вероятность именно оттока после такого резкого притока компании. Поэтому здесь нужно, конечно, более продуманно подходить к инвестиционной среде. Что касается качества, в смысле, куда инвестируете. Суммарно, если смотреть седьмой, двадцать первый год, то основные сегменты, я здесь представила, куда инвестируют. В основном это либо горнодобывающая промышленность, или обрабатывающая промышленность. Это обязательная энергетика. Это связь всякого рода инфраструктурные проекты. Ну и, соответственно, телекоммуникации. То есть это ключевые сегменты. Проблема в том, что все инвестиции, вот когда детально смотришь, я не хотела загружать сильно слайды, но в любом случае я это проговорю. Когда смотришь детально на эти инвестиции, то все инвестиции носят точечный характер. То есть инвестиции, не знаю, в 2008 году одна большая инвестиция в сектор телекоммуникации. Все. После этого в сектор телекоммуникации, я условно говорю, да, сейчас такие патетические примеры, но большинство инвестиций, которые приходили в Армению, они носили именно такой точечный характер. То есть если, например, смотреть на сегменты, в принципе, все, которые я перечислила, требуют долгосрочного, перманентного, постоянного инвестирования. То есть нужны постоянные обложения. Такого мы не наблюдаем. Особенно, в принципе, в сектор, например, инфраструктура, все, что связано с инфраструктурой, да, например, я не знаю, ЮКЖД у нас есть, железные дороги. Но энергетика это вообще архиважный сектор, который, конечно, должен привлекать на постоянной основе, особенно с точки зрения модернизации, да, то есть это очень важная характеристика. Если этого постоянного вложения нет, у тебя нет, в общем-то, будущего у этого сектора. Поэтому, вот, к сожалению, с точки зрения качества, да, я, конечно, здесь много претензий у меня с точки зрения инвестиций, и здесь, на самом деле, обоюдная проблема, и инвестору не очень интересно, то есть над этим надо работать. Но перспективы с точки зрения вот этих секторов, они есть. Соответствующая инвестиционная политика нужна. В 22-м году, в целом, вот смотрите, казалось бы, да, 22-й год наносил, опять же, инвестиционный характер, как я сказала, но сектора, которые привлекли инвестиции в этот период, они одни и те же. То есть я бы не сказала, что в 22-м году пришли какие-то новые инвестиции в какие-то новые сегменты, и как-то по-новому, да, Армения вышла перед эгресторами, да, во всей красе, что называется. Ну, возможно, сектор недвижимости добавился, как и на всем постсоветском пространстве, сейчас у нас космические цены. Европа и там, не знаю, Соединенные Штаты, мне кажется, на фоне просто уже несобоставимы по ценам, у нас буквально в смысле космические цены за квадратный метр, и это, конечно, с точки зрения обычного жителя не очень хорошая штука, и в целом я не вижу здесь никакой пользы, на самом деле, для экономики. Ну, высокий спрос, соответственно, такая история, то есть чисто классическая история. Что касается инвестиционных льгот, я попыталась на одном слайде обобщить все, что характеризует инвестиционные льготы в Армении, на самом деле, с точки зрения законодательства, общих условий, каких-то, не знаю, даже бюрократических, да, препятствий. В целом, достаточно благоприятная среда. Очень многие вещи, которые во многих странах более жестко регулируются, более жестко контролируются, в Армении в целом очень мягко относятся к инвесту. То есть вы столкнетесь с гораздо меньшим препятствием на пути открытия компаний в Армении, чем, скажем, в других странах. Конечно, в Грузии, например, в смысле налогообложения, с точки зрения, например, открытия малого и среднего бизнеса, ситуация намного лучше. Там гораздо более мягкое налогообложение, и в этом смысле нам, конечно, стоит брать пример. Но в целом у нас очень неплохая ситуация. Например, ну, одно из, на самом деле, с точки зрения инвестора это плюс, но с точки зрения макроэкономического регулирования, на мой взгляд, это не очень хорошая история, когда ты можешь владеть 100% акций компании. То есть ты единоличный владелец компании. В целом, с точки зрения надзора, это не самый лучший путь, потому что всегда есть риск резкого оттока компании, когда всего один акционер. Но, с другой стороны, для инвестора это может быть интересно, особенно если мы говорим про средний бизнес. Что касается человеческого капитала. На самом деле, мне кажется, есть чем похвастаться. Армения достаточно высокий уровень человеческого капитала демонстрирует. В целом, как и, наверное, постсоветское пространство, потому что уровень образования по-прежнему остается достаточно высоким, но, тем не менее. Давайте посмотрим. У нас с точки зрения занятости безработицы очень серьезно улучшается ситуация, она заметно улучшается. Безработица сокращается и занятость увеличивается. Во многом, в том числе и благодаря притоку релакантов, потому что они изменили структуру рынка труда. Кстати, достаточно серьезно повысили конкурентоспособность, вообще конкуренцию на рынке труда, что, мне кажется, очень полезная штука для будущего развития. Это очень важно на самом деле. И давайте объективно, да, у нас приток человеческого капитала был достаточно качественный. То есть в основном приехали такие специалисты в продвинутых каких-то сферах, и поэтому это, в принципе, не может не принести пользу. И некоторые сегменты активно сейчас из-за этого развиваются. Вот. Ну и наблюдается рост рабочей силы, несмотря на то, что у нас есть старение населения, как я сказала, но рост рабочей силы все еще есть. И, кстати, несмотря на то, что есть, ну, сегодня у нас все-таки отрицательная сальга миграции, то есть оттока больше, чем притока, но, тем не менее, приток у нас наблюдается. И я хочу здесь, кстати, обозначить, что все-таки приток не только благодаря российским релакантам, но и, например, ну, в основном, конечно, к нам приезжают, потому что где-то очень сильно плохо. У нас достаточно большой приток был из Сирии, из Ливии, ну, объективно. И в основном это были армяне, да, которые жили в Сирии, в Ливии в результате военных действий, еще начиная там, не знаю, с 7-8 года, тихо начинается приток, и они достаточно адаптируются, открывают бизнес и разбавляют рынок труда, на мой взгляд, том числе с точки зрения конкурентоспособности. Ну, да, основные причины бывают такие, приезжают из-за этого. И, на самом деле, в 18-м году у нас тоже был такой патриотический всплеск возврата, что ли, армян, да, из разных стран. Он, конечно, не был таким большим, объемным, да, в целом довольно сложно вернуться в смысле уехать от очень хорошей жизни в Армению, сразу резко переехать, это довольно сложно, но, тем не менее, такой приток все-таки был, и многие остались, и многие сегодня, мне кажется, приносят большую пользу для экономики Армении. Как я сказала, по уровню человеческого капитала у нас достаточно неплохие показатели. Конечно, я здесь сравниваю, я всегда сравниваю с 100-м лучшей пятеркой, потому что так все-таки объективно ты понимаешь, к чему есть стремиться, и, конечно, есть к чему стремиться. Я не говорю, что эти индикаторы носят абсолютно объективный характер, потому что все-таки, если смотришь, допустим, топ стран, в которых самый высокий уровень людей с высшим образованием, это совершенно не развитые экономики, то есть уровень образования в данный момент все-таки не говорит о качестве, скорее это диплом, но, тем не менее, по уровню высококвалифицированной рабочей силы Армении в целом достаточно хорошие позиции выбирает, занимает. Но если мы сопоставим, я сейчас говорю с точки зрения инвестора, а не с точки зрения армении, если мы сопоставим уровень квалификации и стоимость труда, то это очень выгодно с точки зрения инвестора. Достаточно дешевая рабочая сила, но в то же время квалифицирована с высшим образованием, поэтому это, конечно, такой неплохой бонус, что называется. Вот. Ну, у нас, конечно, хронические проблемы утечки мозгов, как и на всем, наверное, во всем развивающемся мире. Мозги вытекают, их возят, их максимально способствует импорту, да, такие развитые страны достаточно с умом к этому подходят, серьезные деньги вкладывают в том, чтобы качественный человеческий капитал вытягивать из развивающихся стран, и к Армении, конечно, здесь не исключение. Я думаю, что самые уязвимые сектора, которые все-таки потеряли, ну, такой большой потенциал, это естественные науки, потому что в естественных науках Армения, например, на момент, не знаю, 60-70-80-х годов занимала очень высокие позиции. Очень хорошая школа была и математики, и биологии, и физики, и химии, и так далее. И мы, да, к сожалению, в связи с тем, что мы пока не можем вкладывать вот достойные деньги в эти сегменты, конечно, мы теряем по этой линии очень много, и в основном утечка мозгов все-таки уходит оттуда. Ну и плюс, вот что прям необходимо, мне кажется, пересматривать, это сегодня у нас очень много программ, по которым ребята со школы аж могут приехать, и обычно, если школьник уезжает, уже возврата нет точно. Если уезжает студент, еще есть шанс, что вернется. А вот если школьник, то есть бакалавриат поступает, ребенок, там, не знаю, какой-нибудь стоп-университет в Европе или в США, шансов, что он вернется после окончания университета, ну, почти нулевые, несмотря на все патриотические чувства, все равно, как бы, это, мне кажется, хронически сейчас нас всех занимает, ну, для всех нас проблемит. Вот. Ну, и, собственно, использование технологии знаний, мы 64-е место занимаем, конечно, не топ-10, как бы все равно, не последний показатель. Момент, который, на самом деле, немножечко спорный. Последующие лекции будут как раз про это, поэтому я не буду здесь долго останавливаться, но я скажу свою позицию. Что такое армянский перекресток? Если вы посмотрели на карту, то Армения находится на перекрестке в целом транспортных путей, энергетических путей, да вообще, не знаю, внешнеэкономических путей. И если серьезно, если смотреть концептуально на этот вопрос, то последние 30 лет наше географическое положение играло против нас. То есть все время оказывало нам такую медвежью услугу и было против нас. Потому что, ну, скажем так, слишком мощные игроки, да, которые за этот перекресток, так назовем его, на самом деле так назвало правительство, армянский перекресток, но в целом в этом есть такая содержательная, да, логика. Я полагаю, что зачастую такого рода, скажем, минус, да, каким его можно считать, может стать огромным плюсом. Потому что на самом деле находиться на транзите, это огромное преимущество, если с умом подойти к использованию этого транзита. Поэтому я полагаю, что армянский перекресток, если смотреть с позитивной точки зрения, с точки зрения перспектив, потому что, если честно, ну, с отрицательной точки зрения можно реально легче смотреть. Сейчас будет, мы намного больше аргументов приведем, что это сейчас сыграет против нас. Но мне кажется, это можно использовать в нашу пользу. И я полагаю, что это один из реальных факторов, который может позволить нам прорваться. И с точки зрения логистики, смотрите, мир меняется, мы уже это, как бы, все почувствовали. И я подозреваю, что эти изменения не будут длиться еще два года, допустим. Скорее всего, это будет длиться десятилетиями. И итог этих изменений, на самом деле, вряд ли предопределен. То есть нет конкретного сценария, как именно закончатся эти изменения и в каком формате, да, будет мировая экономика существовать, скажем, последующие еще сто лет. Поэтому в целом, я понимаю, что немножечко чересчур позитивно, что мне вообще не свойственно настолько. Но, тем не менее, если смотреть логически, в целом, Армения может выйти с большим плюсом из этой ситуации, если подойдет к вот этому армянскому перекрестку с умом. Если правильно подойти к макроэкновешской политике, к геополитике, я не знаю, к политике вообще, то это можно реально использовать. Потому что, на самом деле, если вы посмотрите на те экономики, которые совершили прорыв, эти экономики тоже находились где-нибудь на перекрестке, тоже были на стыке всякого рода геополитических интересов и сталкивались с не меньшими сложностями, чем, скажем, Армения. Поэтому, как бы, это на самом деле может быть большим шансом вместо такого проклятия, да, как наше географическое положение, так скажем. Что касается финансовой системы. Я сказала, что Армения достаточно хорошей банковской системой обладает. Я здесь ключевые индикаторы демонстрирую наши финансовые системы. Ну, одно из таких важных преимуществ – это очень развитая банковская система, очень такой стабильный и гарантированный банковский надзор, что немаловажно с точки зрения инвестиций. Ну, и достаточно эффективная политика в отношении вообще финансовой системы. Наверное, единственный минус – это не очень развитая фондовая биржа, но, как бы, никто не мешает ее развивать. Поэтому, как потенциал, конечно, я бы на это смотрела. И, естественно, банковская система достаточно активно вкладывается и в реальный сектор, ну, а в активах, конечно, есть инвестиции на международные рынки, в ценные бумаги, на международные рынки и так далее. То есть, конечно, здесь не все остается в Армении, но, тем не менее, мне кажется, это все равно плюс. Что касается институтов. Ну, я не сказала бы, что здесь прямо вот есть чем сильно похвастаться, потому что все-таки институциональная состоятельность постсоветского пространства, вообще развивающихся экономик не самая, ну, такая хорошая, так скажем. Но, тем не менее, наверное, мы уже находимся на том этапе развития институциональной среды, когда формируются собственные институты. Я глубоко убеждена, что нельзя импортировать институты под ключ, просто как под копирку, да, копипейстом. Я убеждена, что институциональная среда должна быть адаптирована под реальные данные экономики, ментальности, я не знаю, традиции и все остальное. То есть, есть очень много факторов, которые должны влиять на формирование институциональной среды, поэтому те институты, которые работают в Германии, точно не будут работать в Армении или в России. Но, с другой стороны, можно сформировать свои собственные институты, как, например, сделали это азиатские страны, и, на мой взгляд, очень успешно адаптировали существующие механизмы формирования институтов под себя. Мне кажется, что мы уже приближаемся вот к формированию таких институтов, и, на мой взгляд, Россия тоже на этом пути, на самом деле, потому что есть понимание, что не надо копировать ни макроэкономическую политику. Вот здесь у меня вообще полно претензий к классической макроэкономической политике, которая у нас использовалась в последние 30 лет на всем постсоветском пространстве, и все развивающиеся экономики фактически одни и те же инструменты используют по отношению к совершенно разным экономикам. Так нельзя делать, это изначальная ошибка, да? Поэтому, мне кажется, все-таки у нас уже, наконец, есть понимание, что надо формировать и институты свои, и свою макроэкономическую политику. Ну, некоторая характеристика, наверное, интересна будет с точки зрения инвестора, это, скажем, индекс экономической свободы, то есть достаточно либеральная экономика, это важно с точки зрения развития реального сектора и привлечения инвестиций. Ну, конечно, смотрите, по верховенству права, конечно, мы не самые, ну, скажем, где-то в конце придемся, но, опять же, здесь вопрос международных стандартов все-таки, опять же, если мы берем все индикаторы, которые мы сопоставляем, а у нас это все, что есть в распоряжении, то, конечно, скажем, сравниваясь, я не знаю, с даньей, да, у нас не самый высокий показатель верховенства права. Но если, скажем, все эти индикаторы, в том числе, кстати, я это к ВВП даже отношу, рассматривать с точки зрения индивидуальных характеристик экономики, то есть адаптировать, да, под институциональную среду данных экономик, тогда совершенно другие классификации будут, и совершенно другая история будет. Поэтому, конечно, не до конца объективно. По бизнес-среде. Ну, 41-е место мы занимаем по отношению к 91-му году, конечно, туинк-бизнес сильно себя дискредитировал, но в связи с тем, что, ну, как индикатор, если вы знаете, больше его не считают, они там опозорились, что-то неправильно сделали, неправильно посчитали, и индекс закрыли, вообще больше не считают. Но в целом, если объективно смотреть, 150 стран они оценивали идентично, поэтому, в принципе, можно, да, посмотреть ранжирование между странами, оно будет более-менее объективно. В регионе у нас неплохие показатели. Грузия, конечно, в этом смысле абсолютно ридирует, и я хочу обратить внимание, что туинк-бизнес в целом охарактеризует законодательные какие-то вещи, процедуральные. Что, ну, в целом, если ты, например, меняешь в законе одну строчку, тебя, не знаю, может поднять на 10 пунктов наверх. То есть это немножечко, на мой взгляд, такой субъективный фактор, но, тем не менее, в целом неплохие показатели. И с точки зрения индекса свободы бизнеса, тоже у нас в целом улучшение ситуации, начиная с 2008 года, потому что с 2008 года, пожалуй, у нас, несмотря на то, что у нас на самом деле происходит стагнация экономического роста, в целом стагнация экономики, как, наверное, во всем развивающемся мире, как раз это тоже. Но с точки зрения работы над институциональной средой или бизнес-средой, да, здесь есть улучшения. Последнее, на чем я хотела остановиться, точнее предпоследнее, это макроэкономическая политика. Если смотреть глобально, мы последние 30 лет реализуем классическую макроэкономическую политику, которая прописана в учебниках, в любом учебнике макроэкономики, и которая абсолютно не подходит ни переходной экономике, ни развивающейся экономике. Основной принцип нашей политики – это поддержание макроэкономической стабильности. Я полагаю, что в условиях неразвитой экономики, невысоких темпов, я не знаю, роста и так далее, обеспечивать стабильность – это не самый лучший путь, который бы обеспечил рост. Как правило, макроэкономическая стабильность в таких условиях приводит к замедлению темпов роста. И на постсоветском пространстве мы одна из некоторых стран, которые применяют эту политику. На самом деле, некоторые страны все-таки отказались от этого. В этом смысле, кстати, Россия – один из примеров, потому что, когда сопоставляешь, в целом, это не классическое обеспечение макроэкономической стабильности. Политика, например, Банка России или налогово-бюджетная политика, она все-таки отличается более адаптивно к реалиям. В Армении мы достаточно такие международные стандарты используем, макроэкономической регулировой. И на мой взгляд, в некотором смысле, все-таки это нанесло такой ущерб с точки зрения замедления темпов роста. Особенно в условиях кризиса мы, как правило, продолжаем вести сдерживающую макроэкономическую политику. И здесь нужно, конечно, менять ситуацию. Я показала ключевые индикаторы с точки зрения монетарной свободы, не знаю, фискальной свободы и так далее. Но некоторые моменты я бы хотела немножко более детально показать, точнее, проговорить, что нужно менять, так скажем, каковы проблемы. Ну, с точки зрения инвестора, может быть, это хорошо. С точки зрения, смотря на какую сферу ориентированных инвесторов, но у нас достаточно стабильный курс. Мы тут шутим, что это самая стабильная во всей вселенной наш валютный курс по отношению к доллару. Потому что, что бы ни случилось, какая бы катаклизма, я не знаю, форс-машор не произошел, курс у нас обычно не реагирует на это дело. Это не самая хорошая характеристика с точки зрения стимулирования например экономики. С точки зрения стимулирования экспорта, безусловно, валютная политика требует пересмотра. У нас очень укрепленный курс. Я полагаю, что да, обесценение курса, конечно, повлечет за собой определенные потери в уровне жизни, я не знаю, в доходах, было бы на выражении, но в целом, объективно говоря, в долгосрочной перспективе это стимулирует экспорт и, безусловно, будет только плюсом с точки зрения устойчивого развития. Вот, ну и смотрите, мы реализуем инфляционное таргетирование с 2006 года. Наверное, это мое личное мнение, но с точки зрения развивающейся экономики это худший путь осуществления денежно-кредитной политики. Инфляционное таргетирование подходит для страны, которая суперразбитая, которая все хорошо, которая очень высокий уровень благосостояния, и совершенно нет проблем с точки зрения стимулирования роста. Тогда окей, тогда низкая и стабильная инфляция, в принципе, это очень такой отличный подход. Но если это еще экономика не до конца состоявшаяся, да, мягко говоря, сдерживать рост цены означает сдерживать экономический рост. Ну, как бы это очевидный вывод. И мы сдерживаем достаточно долго, на самом деле, в том числе и в условиях кризиса, при этом у нас довольно высокие показатели инфляции, как вы видите. Особенно по линии потребительской инфляции. То есть в целом, с точки зрения эффективности, ну, как бы нет смысла, да, говорить. Но с точки зрения влияния негативного на экономический рост, на мой взгляд, все-таки есть. По линии налогово-бюджетной политики, наверное, самая большая проблема – это высокая доля налогового времени по отношению, там, не когда сравниваем с странами, даже со средним доходом, с низким доходом, у нас в два раза выше этот показатель. То есть достаточно высокое налоговое время. В целом, казалось бы, окей, налоговое время высокое, тогда должна быть эффективная расходная политика, как, например, скандинавских стран. Да, высокое налоговое время, но очень-очень эффективная политика расходов государственного бюджета, и ты таким образом обеспечиваешь равномерное распределение доходов и капитала в стране. Но в связи с тем, что, как правило, у нас, ну, все-таки треть экономики все еще находится, условно говоря, в тени, конечно, есть недополучение предупаления налогов, и в результате мы не получаем достаточную долю доходов в бюджет, чтобы обеспечить вот это равномерное распределение доходов в стране через расходную политику. И когда мы анализируем структуру расходов, то, конечно, очень мало расходов на человеческий капитал, на науку, на образование, на инфраструктуру, на все, что имеет долгосрочный характер. Первое место в расходах бюджета у нас занимают социальные расходы. Второе место на госаппарат, и только третье место на наоборот, что для меня как-то неправильно в нашем случае все-таки, но тем не менее, в общем, мне кажется, что легче расходы на такие вещи, которые в долгодосрочном характере должны иметь место быть. И последнее, что я хочу сказать, не знаю, я уложилась в тени. Да, слишком быстро. Да, я прошла, да, мы раньше, знаете, мы ничего не прошла. Но это, мне кажется, это на самом деле такая необходимость для всего постсоветского пространства. Если смотреть концептуально и так глобально, да, то, скажем так, необходимо как-то сформулировать, ну, по крайней мере, это однозначно касается Армении, потому что довольно сложно так сейчас сходу сказать, каковы наши национальные интересы. Вот мне кажется, что необходимость в формировании национальных интересов в стране и, соответственно, уже реализации этих национальных интересов, она однозначно в Армении присутствует. И в связи с этим, я думаю, что один из самых таких отличных возможностей, да, и сформулировать, и, соответственно, реализовать защиту национальных интересов, это создание института развития. Я знаю, что в России такой институт развития есть, ну, вот, как он называется, ну, ладно, вспомню, вернусь. По крайней мере, опыт этих институтов развития, которые мы можем наблюдать в некоторых странах, он указывает на серьезную возможность с точки зрения стимулирования роста. Когда у тебя нет экономического потенциала, мощного, но есть некоторые сегменты, которые этот мощный потенциал имеет, например, человеческий капитал, то мне кажется, аккумуляция какая-то, да, и политики, я имею в виду вокруг макроэкономической политики, и инвестиций, и вообще подходов вокруг института развития имеет огромное значение. В Армении вот как единого института развития нет. У нас есть разрозненные какие-то институты, которые выполняют функции института развития, но они в целом распыляют источники, которые получают из бюджета. Зачастую работают в том числе не только за счет государственного бюджета, но еще, например, за счет каких-то грантовых программ. Что вообще я считаю, что если это национальный институт развития, то его источником финансирования должны быть исключительно национальные деньги. То есть, в первую очередь, бюджет или национальные инвестиции. Потому что при любом раскладе, если это грантовые программы, если это международные организации, не важно какой страны, не важно кого они представляют, они не будут представлять Армению, так скажем. Поэтому очень важно, чтобы институт развития в первую очередь финансировался и был ведущим в инвестиции, безусловно, с привлечением каких-то сторонних инвестиций тоже, но ведущим игроком должны быть национальные инвестиции. Иначе ни при каком раскладе основная польза, о которой я говорю, не будет достигнута. Вот в этом смысле у нас, мне кажется, есть необходимость объединить все ресурсы, которые тратятся на институты развития. Мы сделали огромное исследование на эту тему и выяснилось, что в целом большинство институтов развития, которые в Армении есть, они, во-первых, финансируют одни и те же сегменты. И в основном это субсидирование сельского хозяйства и парочка каких-то других таких секторов экономики. И в целом все эти программы, большей частью, я имею в виду институты, большей частью все-таки доминантно финансируется за счет каких-то внешних инвестиций, а не из бюджета. И поэтому, во-первых, одну и ту же задачу решать я не вижу смысла, если есть один институт, который развивает сельское хозяйство, зачем еще 27 таких же? Это распыление средств в целом. И с другой стороны, опять же, мне кажется, что стратегически важные сферы это сельскохозяйство, энергетика, то есть продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, я не знаю, военная безопасность. Эти сферы должны быть все-таки контролем государства в том или ином формате, потому что только так можно обеспечить защиту а национальных интересов и дальше обеспечить экономический рост. Но мы здесь перечислили, что мы понимаем под институтом развития, на самом деле у нас такая разработанная структура, и мы с Министерством экономики очень активно прорабатывали эту идею, предлагали и в общем в процессе. Важно, что государственные структуры привлекают экспертов из, по слову говоря, независимых экспертов из университета. Вообще, я думаю, что это, ну как, подытожить, да, и я буду готова на вопросы ответить. Я думаю, что это очень важно, когда государственная политика привлекает экспертов из научного сообщества, без всякой политической подоплеки. людей, которые просто занимаются наукой в той или иной сфере, и могут быть полезны с точки зрения именно экспертного мнения, да. Зачастую с точки зрения государственной структуры ты не видишь того, что видно со страны, так скажем. Поэтому я думаю, что это очень важно, у нас очень такой позитивный опыт. Вот, ну, мы, наверное, счастливее подписаны, и все счастливее становимся, но это, конечно, такие, ну я не знаю, гемористическими индикаторами, потому что я не знаю, как можно измерить счастье. Да, но у нас много солнца, поэтому это, безусловно, отражается на том, что мы часто улыбаемся. Да помил. Да, вы знаете, несмотря на все беды, всегда у нас вкусно. Солнце есть, ну, как бы, что еще нужно человеку? Абрикосы. Абрикосы самые лучшие. Вот именно абрикосы, у нас еще и гранаты, у нас много чего, так что. Ну, правда, не приехали в сезон абрикосов, но в целом, да, у нас очень в этом смысле население, мне кажется, несмотря на все горести и беды, которые на нашу голову сваливаются периодически, и я подозреваю, что еще будут сваливаться в будущем, вряд ли это в последний раз такое случается с нами, но тем не менее мы все же не сдаемся и улыбаемся, так скажем, поэтому у нас будет счастье неплохой в целом. Ну и эксплуатирование страны, это тоже взаимосвязано, в общем, конечно, это не объективно, так прям вот, вы знаете, я заметила, что в очень многих скандинавских странах, в которых вроде как благосостояние и уровень жизни высоченные, у них очень низкий индекс счастья, потому что в основном Скандинавия живет в северных районах, там нет солнца, так что это такой не объективный, конечно, показатель. Вот, наша Армения, вот, я надеюсь, у вас будет время еще ее посмотреть. Спасибо за внимание. Спасибо.